Первый вопрос. По сравнению с деревьями, кустарники обычно более устойчивы к загрязнениям и приспособлены к городским условиям. Это объясняется тем, что кустарники растут в приземистом слое воздуха, где меньше загрязнений, б. Кустарники более теневыносливы, чем деревья. Кустарники могут быстро восстанавливать крону за счет образования неограниченного числа новых побегов или корневая система кустарников глубже, чем у деревьев. Смотрите, давайте рассуждать. Что такое кустарники? Чем они отличаются от деревьев? У дерева у нас есть один ствол и, соответственно, достаточно большое количество каких-то ветвей, да, большое количество листьев. Ну, вы знаете, как дерево выглядит. Кустарники в основном у нас состоят из нескольких стеблей или, по-другому это можно сказать, из нескольких стволов. Да, все-таки и у дерева у нас стебель есть, и у, который мы стволом привыкли называть, и также у кустарников. Значит, в чем, вот по, да, по вариантам, ответам, в чем кустарники выигрывают по сравнению с нашими деревьями? Кустарники действительно более живучи. Кустарники действительно чаще всего у нас растут где-то в затененной части леса, если мы говорим про лес, потому что это у нас нижние ярусы леса. И кустарники, конечно, они более, как сказать, конкурируют между собой за свет, и они более приспособлены к затенению. Хотя это не повод для лучшей выживаемости, потому что, как мы знаем, деревья, они тоже растут. Деревья сразу не появляются большими, и вследствие роста дерево тоже приспосабливается к затенению и может прекрасно расти в достаточно затененных условиях, если это соответствует его каким-то лимитирующим факторам, в которых растение может расти. По поводу того, что кустарники растут в приземном слое атмосферы, и там меньше загрязнений. На самом деле большинство загрязнений, которые у нас вредят растениям, они находятся внизу, в приземистом слое. И чаще всего мы знаем, что больше всего у нас страдают растения, которые растут рядом с дорогами, рядом с какими-то фабриками, рядом с всевозможными бетонными заводами и так далее. Мы можем замечать, что там, где у нас есть какие-то фабрики, какие-то заводы, какие-то вот, может быть, даже, вы можете обращать внимание, проезжая по Волоколамке, проезжая по Риге, если это автомагистраль, то вблизи таких вот дорог у нас угнетены растения, они там более сухие, они более редкие, они более такие, какие-то убитые жизнью, мы можем это замечать. Почему? Потому что на наши растения в первую очередь влияют мелкодисперсные, крупнодисперсные загрязняющие вещества. Это пыль всевозможная, которая у нас в нижнем слое атмосферы все-таки здесь находится, да, из-под колес там, грубо говоря, машина-то все у нас вылетает. Плюс у нас всевозможные там свинец, да, всевозможные окислы, которые у нас могут выходить из, там, допустим, выхлопной трубы. То же самое мы говорим про фабрики. Если у фабрики есть какая-то, да, труба, из которой у нас идут выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, они все-таки рано или поздно у нас оседают вниз, загрязняя растения. Как идет загрязнение? В первую очередь загрязняется лист. Загрязняется лист. И происходит что? Происходит, во-первых, покрытие вот этого, лист открывается этим частично непрозрачным слоем пыли, из-за чего у нас ухудшается и фотосинтез, и забивается у нас устица, из-за чего у нас происходят всевозможные нарушения кислородного вот этого дыхания, да, растения и так далее. И в связи с чем у нас начинается гибель в первую очередь кроны, в связи с чем со временем погибает само тихонечко дерево, да, потому что у него идет недостаток питательных веществ вследствие там фотосинтеза. Если мы будем говорить про корневую систему, то у деревьев, конечно же, корневая система лучше развита, и она глубже. Плюс, если у нас идет загрязнение жидкими какими-то загрязнителями, да, грубо говоря, кто-то сливает на заливной лук, например, вместе с потоком воды какие-то загрязняющие вещества. Это все впитывается, и, как вы понимаете, все, что у нас находится в верхних слоях земли, и это все страдает больше. У деревьев намного глубже уходит именно корневая система. Деревья хуже, например, справляются именно с заболачиванием. Если у нас очень большой слой земли влажный, вот с этим они хуже справляются, чем с загрязняющими веществами, которые в этой земле находятся. Так, что еще хочу сказать про теневыносливость сказали, про загрязнение сказали, про корневую систему сказали. Смотрите, у нас остался вариант, кустарники могут быстро восстанавливать кровну за счет образования, да, неограниченного числа новых побегов. На самом деле, если мы будем говорить про такое устойчивое, хорошее загрязнение, если загрязнение идет прям такое сильное-сильное, да, вследствие вот этих вот всех загрязнений у нас идет влияние еще и на кору деревьев, а также на кору кустарников, вследствие чего растение может у нас частично, как это сказать, накапливать на себе вот эти вещества, и вследствие чего, если у нас идет загрязнение еще и с какими-то химическими выбросами типа кислот, да, которые у нас идут в атмосферу и потом выпадают в виде осадков, все это дело может очень пагубно влиять на сами, на листья, на ветви и на сам ствол. И, конечно, мы знаем, что если вдруг в связи с этими загрязнениями дерево у нас начинает погибать, да, погибнет, погибнут ветви и погибает сам ствол, дерево выжить уже не может, да. Мы с вами помним несчастные липы, которые периодически обрезают, не оставляя ни одной ветви, и в связи с тем, что ствол у нас живой, тихонечко из этого ствола, из пенька, да, начинает тихонечко новая крона, расти новые ветви. Но если ствол погибает, тогда все, растение уже не может совершенно никак восстановиться, оно мертво. Чего мы не можем сказать про кустарники. Кустарники, в отличие от деревьев, более выносливые за счет того, что у них вот этих стеблей намного больше. Из всего кустарника у нас может один-два стебля, да, выжить, вследствие чего у нас будет прирост кроны, прирост поросли. За счет того, что корневая система будет жива, и вот эти вот живые стебли будут обеспечивать выживаемость растения, фотосинтезируя, накапливая питательные вещества. Поэтому кто ответил В, тот абсолютно прав, да, у нас вариант ответа В. Кустарники быстрее восстанавливают крону за счет образования, ну, поросли, да, и побегов. Выберите правильный ответ. Какое событие произошло 26 апреля 1986 года? Ой, тут уже все сразу, да, отвечает. На комбинате «Маяк» произошла утечка радиоактивных веществ. В Семипалатинске провели испытания первой ядерной бомбы. На Новой Земле взорвали царь-бомбу, да, мощностью 57 мегатом. В Чернобыле произошла авария на атомной электростанции, и произошли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. На самом деле это событие, которое произошло именно 26 апреля 1986 года, оно очень известно и до сих пор имеет отголоски. Дело в том, что именно тогда, вот в тот период, да, не только произошла огромная техногенная катастрофа, но и люди, к сожалению, не знали на тот момент всей, скажем так, правды о влиянии радиации на организмы людей. 26 апреля, конечно, вы знаете, произошла Чернобыльская катастрофа, да, в Чернобыле авария на атомной электростанции произошла. В связи с тем, что были нарушения в системе охлаждения, вот этот реактор не охладился, вследствие чего у нас произошел в Чернобыле на тот момент взрыв. В результате взрыва была, значит, утечка радиационных изотопов и загрязнение земли, воды и так далее. То есть очень большой выброс радиации произошел. Люди пытались, конечно же, это как-то предотвратить. Над Чернобыльской, да, АЭС был установлен купол, который до сих пор сдерживает там радиацию. Но, несмотря на это, огромное количество людей получили большое радиационное загрязнение и очень многие погибли. Еще, не знаю, знаете ли вы или нет, но, желая приободрить людей после вот такой вот ситуации, правительство, которое само, видимо, не очень хорошо понимало, какая катастрофа произошла, люди вышли 1 мая на демонстрацию. В тот момент, когда радиация уже была в критической точке, что радиация очень сильно влияла на людей. Радиационное облако у нас разнеслось достаточно на большое количество километров, загрязнив также близлежащие, как сказать, территории вот этими вот радиационными загрязнениями. То есть на данный момент именно Чернобыльская катастрофа у нас считается очень серьезной и памятной такой датой, памятной катастрофой. До сих пор очень многие вспоминают ее, потому что многие люди живы, кто на тот момент принимал участие в тушении или в ликвидации, и до сих пор, как сказать, страдают от изменений в организме, от изменений в здоровье. Потому что вы, наверное, знаете, что радиация очень плохо влияет на организм, и в первую очередь у нас страдает кровеносная система и кровь, вследствие чего огромное количество всевозможных заболеваний, связанных именно с кроветворением. Итак, значит, вы правильно сказали, правильный ответ у нас Г. Будем надеяться, что больше таких катастроф у нас не произойдет, потому что, к сожалению, в отличие от всех остальных видов загрязнения окружающей среды, именно радиационное загрязнение самое длительное и самое, ну как сказать, вот восстановиться от этого нельзя. То есть, как сказать, если у нас произошел разлив нефти, нефть можно убрать, можно как-то очистить воду. Если у нас идет загрязнение бытовыми отходами, их можно, конечно, как вы понимаете, собрать, убрать территорию. Радиацию нельзя никуда убрать, нужно только ждать время вот этого распада радиационных изотопов. Выберите правильный ответ. Повышение температуры почвы в городе обусловлено таким явлением, как глобальное потепление, городской тепловой остров, тепловая инверсия или тепловой скачок. Про глобальное потепление у нас сейчас говорит всякий, кому только не лень. Глобальное потепление у нас, к сожалению, сейчас неверно оценивается, как оно идет. Все, что происходит у нас сейчас с климатом, включая, допустим, жаркое лето или отсутствие снега зимой, все у нас сваливает на глобальное потепление. Хотя, если мы посмотрим историю климатических изменений, мы можем увидеть, что и там и 100, и 150 лет назад у нас также были бесснежные зимы и жаркие лета. Леты. Лета. Жаркое тоже тогда могло существовать. Это в связи с тем, что у нас все-таки существуют вот эти температурные качели, которые периодически у нас происходят, и в истории они зафиксированы. Хотя про глобальное потепление мы тоже обязательно с вами поговорим. Эта штука не очень веселая. Итак, глобальное потепление не зря называется глобальным, поскольку оно у нас охватывает весь наш земной шар. То есть глобальное потепление не может происходить только в городе, минуя, например, сельскую область. То есть это просто повышение среднегодовой температуры по всему земному шару. Глобальное потепление. Конечно, где-то в каких-то зонах, где у нас идет повышенное скопление, например, углекислого газа или каких-то загрязняющих веществ, паров водных, там у нас температура будет чуть выше, чем в других областях. Но все-таки глобальное потепление – это потепление всего земного шара. Потом давайте снизу начинать. Тепловой скачок. Если мы будем говорить про тепловой скачок, допустим, газов или земли, то это разность температур какого-то вещества, газа или, возможно, воды, или, возможно, почвы в условиях какого-то участка, при условии, что скачок достаточно большой и достаточно резкий. Да, это очень часто мы тепловой скачок можем ощущать, например, знаете как, если вы находитесь у реки и вам холодно, поскольку там большое количество пара, водяного, водяной пар, вы знаете, он, допустим, достаточно прохладный в вечернее время, выходя куда-то в город, вы можете почувствовать резкое повышение температуры, которое вы можете даже кожей почувствовать. Да, вот такой вот тепловой скачок, то есть резкая градация между температурами. Так, тепловая инверсия. Может быть, кто-то знает, что это такое? Тепловую инверсию, про тепловую инверсию мы можем говорить, если мы будем говорить про атмосферу. Инверсия, она у нас происходит в основном в атмосфере, то есть это в метеорологии изменение параметра в атмосфере, например, параметра именно температуры с увеличением высоты. То есть чем выше мы поднимаемся над уровнем Земли, тем более у нас изменяется, как вы понимаете, температура в верхних слоях атмосферы. У нас бывает инверсия, связанная с дымкой, с туманом, со смогом, да, и она бывает даже не только горизонтальная, то есть когда мы вверх уходим, но также и вертикальная, например, опять-таки в тумане, с рассеиванием тумана у нас температура будет повышаться. Так, а вот тепловой остров городской как раз-таки у нас может существовать в городах, ну так же он и называется, которые у нас способствуют нагреванию атмосферы. В городе у нас также идет нагревание почвы, нагревание приземных слоев атмосферы, вследствие чего и почва у нас нагревается, вследствие того, что у нас идет достаточно большое количество дорог, у нас большое количество города закатанного в асфальт, который у нас нагревается и создает такое, как это сказать, типа парника, да, для почвы. Ну, точно так же мы можем сказать, что у нас и тепловой остров еще может быть и в атмосфере, поскольку в городах у нас меньше ветра, у нас меньше перемешивания воздуха, у нас более застойный воздух. Это мы можем видеть, например, на примере смога, когда у нас появляется городской смог, который не рассеивается в связи с чем? С тем, что в городе менее идет перемешивание атмосферных слоев. Так, так что у нас правильный ответ B. Далее у нас вопрос совсем простой, да, выберите правильный ответ, какой из материалов самый долговечный по скорости разложения стекло, резина, бумага или дерево. Мы можем, в принципе, сейчас посмотреть вот на данную таблицу. Здесь у нас есть виды мусора, которые у нас, да, разлагаются в какой срок. Значит, бумага у нас разлагается от 2 до 10 лет. Это, конечно же, мы будем говорить с вами про бумагу, что в процессе разложения, что в процессе намокания она рвется, разрывается на мелкие кусочки. Бумага может быть долго, достаточно долгое время находиться в почве. Постепенно она будет, конечно же, у нас разлагаться. Доски. Давайте доски мы приравняем именно к древесине, да, до 10 лет. В зависимости от того, покрыты у нас, обработаны у нас доски или нет, соответственно, это количество времени варьируется. Так, дальше у нас что было? Резина, резиновые покрышки, да, более 100 лет. И стекло. Стекло у нас разлагается более тысячи лет. Но, опять-таки, это примерное, да, примерное у нас число, примерный возраст, да. Соответственно, самый долговечный материал – это у нас стекло. Хотя, на самом деле, все остальные, да, и резина, и пластик, и там другие, да, виды отходов, они тоже у нас достаточно долго разлагаются. Сейчас, кстати, если вы, может быть, знаете, многие страны у нас переходят на новый вид упаковки, когда в пластик добавляются элементы бамбукового волокна, в связи с чем пластик разлагается намного быстрее. Может быть, слышали вы про это. Далее у нас вопрос про экологию питания. Рекомендуется употреблять в пищу именно морскую нежирную рыбу, так как эта рыба обитает в более чистой воде, в этой рыбе меньше накапливается токсичных веществ, у этой рыбы выше пищевая ценность или калорийность, или имеются наибольшие запасы этой рыбы. Сегодня мы будем говорить с вами про рыбу, в каких, как сказать, водах они обитают. Значит, мы не можем говорить, что именно морские у нас обитатели обитают в более чистой воде. На самом деле это не так. Все зависит у нас от уровня загрязненности и от того, насколько сильно у нас загрязняется водоем. Потому что, как мы знаем, у нас есть всевозможные сбросы вредных веществ в реке. У нас есть загрязнение океанов и морей. Соответственно, про чистоту воды мы говорить не можем, потому что у нас все еще остались на земле водоемы, именно там, да, реки, которые у нас чистые, действительно чистые. Сами встречались с такими реками, когда люди пьют из реки, не боясь, что с ними что-то случится. Вода действительно чистая. Так, про пищевую ценность, про калорийность. Конечно же, более жирные виды рыбы у нас более калорийны. Да, опять-таки, калорийность у нас зависит от вида рыбы, от типа ее приготовления. Но про калорийность мы здесь с вами даже, в принципе, говорить, рассматривать этого не будем. Так, имеется наибольшее количество запасов этой рыбы. Если мы будем смотреть, какой у нас идет объем вылова рыбы в океанах и в морях, то мы можем с вами даже рассчитать через... Если будет такой же объем вылова рыбы ежегодный, то на сколько лет нам этой рыбы хватит. То есть одно время определенные виды рыбы в морях запрещались вылавливать. Почему? Потому что многие рыбы, многие виды рыбы практически у нас исчезли с лица земли, поскольку был очень объемный вылов. Да, вот вследствие чего ежегодно у нас могут запреты или разрешения на вылов тех или иных рыб выходить. За этим, конечно же, у нас следит рыболовное хозяйство. Но вообще считается, что именно в морской рыбе у нас происходит наиболее меньшее накапливание токсических веществ. И по токсикологии именно морские рыбы у нас будут более экологически безопасны. Это в связи с питанием, в связи с миграцией, в связи с большим количеством объема воды, в которых живут у нас рыбы. То есть вариант ответа здесь у нас B. Хотя вот чисто теоретически, да, вариант А мы можем, конечно, рассматривать, если мы будем рассматривать на примере какой реки, на примере какого моря у нас обитает та или иная рыба. Выберите правильный ответ. Примерно 2,5 миллиарда лет назад произошло крупнейшее оледенение. Главная причина этого – активное выделение кислорода цианобактериями, выход растений на сушу, скопление всех материков у полюса или падение крупного метеорита. Если мы с вами вспомним, если углубимся в историю Земли, то мы с вами помним, что у нас существовал единый материк, который у нас располагался по экватору Земли. То есть он не мог у нас, у полюса располагаться. Соответственно, как вы понимаете, вариант ответа В у нас отпадает. На тот момент, да, в протерозой падение метеорита крупного, в принципе, ничего бы особо у нас не изменило, даже если бы он упал, да, от этого у нас никак не могло зависеть оледенение или что бы то ни было еще. Вот данные протерозойского оледенения у нас также относятся к одним из великих экологических катастроф. Что значит экологическая катастроф? Экологические катастрофы у нас не всегда связаны с деятельностью человека, да, что там человек что-то вылил, где-то загрязнило, и у нас все плохо. Нет. Очень часто экологические катастрофы у нас происходят сами собой в связи с тем, что у нас какие-то одни экологические явления влияют на жизнь и, как сказать, существование экологических каких-то этих биологических видов на Земле. это происходит подчас само собой, да. Если мы будем говорить, то протерозой у нас известен достаточно хорошо вот такими вот экологическими изменениями в атмосфере Земли, да. В первую очередь у нас произошла достаточно большая экологическая катастрофа. Что это значит? А дело в том, что когда-то на Земле у нас не было кислорода. Кислорода не было. То есть у нас существовали живые организмы, да, там, бактерии. У нас существовали они в условиях без кислородной среды и прекрасно себе жили, да. И вдруг у нас происходят изменения. У нас происходит появление новой бактерии, которая внезапно начинает выделять новый элемент, неизвестный для Земли того времени. Это были первые цианобактерии, которые фотосинтезировали. В связи с появлением новых видов бактерий, они разрастались, они себя прекрасно чувствовали. Со временем, да, достаточно большое количество времени у нас прошло, у нас в атмосфере начал появляться новый элемент. То есть у нас произошло накапливание кислорода. В связи с чем у нас произошел кризис микробных сообществ. Что это значит? А дело в том, что очень большое количество одноклеточных, которые не приспособлены были к жизни в кислородной среде, они просто начали отмирать. Прошло достаточно много времени, пока именно микробные сообщества, они приспособились к жизни в кислороде, с кислородом, да. Но в тот момент достаточно большое количество вот этих вот, да, бактерий, они погибли. И в связи с этим было даже одно время выдвинута такая теория, что именно нефть, которую мы сейчас знаем, и которая у нас в больших количествах залегает под корой нашей Земли, она как бы возникла в связи с огромным количеством времени нахождения вот этих вот древних обитателей, древних микробов, которые у нас одноклеточных, да, которые у нас погибали, опускались на морское дно, соответственно, впоследствии было заилино или занесено каким-то пластом грунта. Долгое время в условиях, в бескислородных условиях и в условиях высокой температуры и высокого давления находились, перегнивали и перерождались вот в этот вот слой нефти. Ученые, кстати, до сих пор спорят, из чего нефть произошла, в принципе, да, поэтому такого однозначного ответа вы не найдете. И в этот период у нас как раз начинается вот это вот известное гуроновское оледенение. Оно происходит за счет того, что до этого в атмосфере у нас было огромное количество метан, а как вы знаете, метан у нас достаточно такой газ, который у нас легко нагреваем, да, легко нагреваем. И, соответственно, если у нас в атмосфере огромное количество метана, то температура атмосферы у нас намного выше. Вследствие того, что у нас происходит накопление кислорода, атмосфера Земли начинает охлаждаться. И постепенно остывая, что происходит? Происходит первое как раз-таки вот это вот гуроновское оледенение за счет того, что в атмосфере накапливается большое количество кислорода, которое выделяется первыми вот этими цианобактериями. Как вы понимаете, от момента появления первых цианобактерий до, соответственно, оледенения прошло достаточно большое количество времени, поскольку кислорода в атмосфере должно было накопиться очень и очень много. Кстати, очень интересный факт такой тоже для вас, ребят. Я об этом часто говорю, кто ходит на экологию. Сейчас у нас происходит обратная реакция. Большое количество метана у нас сейчас находится в областях вечной мерзлоты. И, соответственно, в связи с тем, что у нас происходит постепенное увеличение температуры на Земле, то есть у нас идет потепление климата, в некоторых местах у нас как раз-таки это оледенение начинает тихонько, вот эта мерзлота начинает тихонько таять. И идет выделение метана в атмосферу. Оно сейчас на данный момент идет очень медленно. Вы можете, кстати, про это почитать. Очень интересные вообще вот эти работы написано. Вследствие чего у нас происходит накопление метана и разогревание постепенной атмосферы. То есть у нас еще действительно идет у нас глобальное потепление, но в основном оно идет за счет природных каких-то изменений. И вследствие того, что если у нас вечная мерзлота полностью растает, у нас в атмосферу выйдет огромное количество метана, в связи с чем температура среднегодовая у нас очень сильно увеличится. И климат нашей Земли очень сильно изменится. Выберите правильный ответ. Какие рыбы будут обладать наибольшей толерантностью по отношению к колебаниям солености воды? Это оседлые пресноводные рыбы, морские придонные рыбы, полупроходные рыбы, проходные рыбы или широко мигрирующие морские рыбы. Вот это слово «толерантность» у нас в последнее время очень распространено. Вы его слышите достаточно часто. Но что же такое у нас экологическая толерантность? Вспомним, что такое толерантность. Толерантность по-другому у нас называют выносливость вида по отношению к какому-то колебающемуся экологическому фактору. У нас может быть толерантность освещения, то есть у нас виды, которые могут существовать в достаточно больших диапазонах освещаемости, начиная от практически отсутствия, допустим, света и вплоть до очень высокого содержания солнечных лучей, грубо говоря. По-другому экологическая толерантность у нас называется еще экологической валентностью. То есть это диапазон, экологический диапазон, в котором у нас может существовать тот или иной вид. Если мы будем говорить про толерантность, связанную с водой, с соленостью воды, то мы должны с вами найти вид рыб, которые будут у нас жить как в пресной воде, так и в соленой воде. Вот такие виды будут у нас называться наиболее толерантными, наиболее живучими, так сказать. Итак, если мы будем говорить с вами про оседлых пресноводных рыб, это рыбы, которые у нас живут на постоянной основе в пресной воде, в реках, в озерах, в прудах. Что значит оседла? Это значит, они никуда не мигрируют, живут себе примерно в каких-то реках, не пытаются сменить свое место жительства. Если мы будем говорить про морские притонные рыбы, то опять-таки это рыбы, которые у нас находятся в нижних слоях воды, живут они где-то рядом с дном, там где-то прячутся, там живут, ну и, соответственно, тоже им там достаточно хорошо. Полупроходными рыбами у нас называются рыбы, которые летом у нас живут в морях, а на зимовку, например, они могут уходить в устье реки. Это полупроходные рыбы. То есть в реку они не заходят, они где-то там в устье живут. Конечно, на тот момент, когда они уходят в устье, соленость у нас меняется, но вода не превращается в пресную. Если мы будем говорить про проходные рыбы, то это рыбы, которые у нас живут в морях, в соленой воде, но на нерест уходят в пресные реки. Для того, чтобы нереститься, для того, чтобы метать икру, ну и, соответственно, там погибают. А после того, как эти рыбы вылупляются из икринок, они, соответственно, по реке опять уходят для жизни в море. Ну и широко мигрирующие морские рыбы, это морские рыбы, которые у нас могут проделывать достаточно большие, как сказать, преодолевать достаточно большие расстояния, мигрировать по морям, но все-таки они в реки не выходят. То есть они мигрируют у нас на территорию морей. Поэтому правильный ответ, у нас Злата была права, правильный ответ у нас Г, проходные рыбы. Это рыбы, которые могут жить как в соленой, так и в пресной воде. Мне кажется, когда про лосося начали говорить, все сразу такие, ага, лосося. Лосося любят очень медведи, которые во время нереста как раз-таки их вылавливают и поедают из рек, как раз вылавливают. Так. Далее у нас вопрос с картинкой. Рассмотрите по фотографии срезов побегов растений. Определите, в каком климате растут деревья. Первый и второй растут в экваториальном климате. Первый и второй растут в сезонном климате. Первый в сезонном климате, второй в экваториальном. и первый в эвкваториальном, а втором в сезонном. Рассматриваем картинки. Чем же у нас данные картинки отличаются? Все дело в том, что на первом рисунке у нас изображен спил дерева с годичными кольцами. Вы можете их видеть. Считается, что по количеству годичных колец мы можем определить возраст растения. Соответственно, у дерева номер два годичных колец у нас нет. Это не значит, что оно молодое, ему год. Это значит, что оно существовало в каком-то другом климате. Все дело в том, что годичные кольца у нас образуются приростом камбия. Каждый год весной, когда у нас происходит ток соков по древесине растения, у нас начинается, дерево оживает, начинает свою жизнедеятельность. И у нас начинается активный прирост клеток камбия. Весной, в момент, когда идет гон соков, камбий образуют клетки тонкостенные, достаточно большие. В них большое количество соков, за счет чего у нас у растения появляется светлая полоса годичного кольца. Чем ближе к осени у нас идет время, тем меньше по размеру у нас появляются клетки камбия. Совсем осенью, совсем перед тем, как уйти, можно так сказать, в период покоя, у нас у деревьев появляются достаточно маленькие толстостенные клетки камбия, которые на спиле можно увидеть именно в виде темной полосы годичных колец. Именно поэтому сезонность дает спилу дерева такую полосатость. То есть именно сезонные деревья, которые у нас проходят период весеннего гона сока и осеннего отхода на покой, у нас у таких деревьев появляются вот эти полосатые годичные кольца. То есть мы можем сказать, именно зная это, что спил дерева номер один, у нас это дерево произрастало в сезонном климате. Соответственно, второе дерево, мы с вами видим, что здесь у нас нет никаких годичных колец, здесь камбий у нас делился и шел прирост камбия одинаковыми крупными клетками. То есть здесь дерево у нас не отходило в период покоя, соответственно, камбий у нас постоянно делился и беспрепятственно. Соответственно, годичных колец тут нет. Значит, правильный ответ здесь В. Выберите все правильные ответы. Итак, ребят, на олимпиаде, на теоретической части олимпиады, и, наконец, третий тип – это где нам нужно будет обосновать правильный ответ и записать ответ в строки. В следующий раз у нас такие появятся вопросы. Итак, выберите все правильные ответы. Основные парниковые газы – это диоксид углерода, терпосферный озон, водяной пар, бутан, метан или диоксид азота. Что значит основные парниковые газы? Это значит, что их больше всего у нас скапливается в атмосфере, в связи с чем у нас происходит увеличение температуры окружающей среды. Вообще, если мы с вами вспомним, что значит вот это глобальное потепление или парниковый эффект, это значит, что у нас в атмосфере скапливается большое количество газов, которые влияют на нашу Землю как парник. То есть вот эти вот приземные слои атмосферы в связи с тем, что там большое количество этих газов, они разогреваются, в связи с чем поверхность Земли также разогревается, и, соответственно, мы чувствуем увеличение температуры. Ну, вы уже видели правильные ответы, да. К сожалению, я прошу прощения, я до сих пор с данной программой плохо очень работаю, я все-таки привыкла работать в Канове. Итак, правильные ответы – это у нас здесь диоксид углерода, водяной пар и метан. Когда мы будем с вами говорить именно про парниковый эффект, парниковый эффект у нас имеет такое подобие, так сказать, вечного двигателя. Дело в том, что водяной пар, его достаточно большое количество в атмосфере во время повышения температуры, диоксид углерода точно так же, его, к сожалению, никак нельзя, как это сказать, уменьшить, поскольку это газ, который является следствием жизни. То есть все живые вещества у нас, углекислый газ, как вы понимаете, выдыхает, идет в уделение углекислого газа, плюс еще и водяной пар. То есть чем больше водяного пара у нас скапливается, допустим, в атмосфере, тем больше у нас атмосфера нагревается, тем больше воды у нас испаряется с поверхности водоемов. То есть это, так сказать, такой вот вечный, как сказать, круговорот, что у нас всегда водяной пар будет выделяться при повышении температуры окружающей среды. С другой стороны, если кому-то из вас интересно, можно посмотреть через специальные приложения, можно посмотреть через интернет. У нас есть еженедельно, наверное, еженедельно у нас выкладывают количество углекислого газа и количество вот этих вот парниковых газов по всему свету, вид со спутником. Все дело в том, что именно там, где у нас проживает большое количество людей, там, где у нас заселенные части наших материков, мы можем там видеть, что там таким красным цветом показываются завихрения углекислого газа, очень большое количество углекислого газа, там метана, водяных паров, у нас скапливается в определенных частях наших материков. И, соответственно, в городах, где-то, где в больших достаточно городах, у нас температура земли, температура атмосферы достаточно выше, чем в основном, по всему земному шару. Вот очень интересно, вы можете за этим понаблюдать. Периодически в связи с тем, что у нас происходит перемешивание воздушных масс ветрами, у нас вот этот углекислый газ и пары, они все-таки тихонечко разносятся. Но интересно наблюдать именно за скоплением, где именно скапливаются и появляются вот эти вот парниковые газы, откуда же все это идет. Так, далее выберите все правильные ответы. К альтернативным источникам получения электроэнергии относятся энергии приливов и отливов, биогаз, ветер, тепловая энергия Земли, энергия распада радиоактивных элементов или энергия, получаемая при сжигании углеводородного топлива. Изначально это что было? Это было сжигание угля. Далее у нас потом появилась атомная энергия, атомные электростанции у нас начали появляться. И люди со временем начали задумываться о том, чтобы найти у нас альтернативные источники энергии, которые бы приносили нам электричество, не влияя на атмосферу, не влияя на экологию нашей планеты. Потому что, если вы знаете, то именно большой углеродный след на данный момент влечет за собой повышение температуры окружающей среды и так называемое глобальное потепление. То есть вот эти вот сжигания всевозможных видов топлива ведет за собой к загрязнению, ведет как бы загрязнение атмосферного воздуха и повышение средней годовой температуры планеты. Итак, если говорить про альтернативные виды, электроэнергия, то вы абсолютно правы. Здесь энергия приливов и отливов. Далее вы ответили В, то есть ветер. Действительно, очень много где уже, в каких местах в России мы можем увидеть ветряки. Вы, наверное, видели такие большие, огромные, построенные мельницы, можно так сказать, если их называть мельницами. То есть такие трехлопастные ветряки, которые крутятся энергией ветра и получают электроэнергию. Очень хороший вид получения электричества за счет только одного, что их нужно много на город. И иногда у нас происходит штиль. То есть что это такое? Это значит, что у нас ветер вдруг пропадает, затихает. У нас бывает безветрие, и вследствие чего в такой момент электроэнергия выделяться у нас не будет. Тепловая энергия Земли. Это мы будем говорить с вами про всевозможные гейзеры, которые тоже на самом деле являются альтернативным источником энергии. Но вот Е, энергия, получаемая при сжигании углеводородного топлива, нет, к альтернативным источникам топлива они не относятся. К альтернативным источникам топлива у нас относится биогаз. Что такое биогаз? Кто-нибудь, может быть, знает, что это такое? У нас в России уже на самом деле появилась одна ферма, которая у нас работает на биогазе. Возможно, уже не одна, но пару лет назад на Дальнем Востоке у нас появилась ферма, которая полностью работает на биогазе и сама себя, собственно, согревает. Что такое биогаз? Например, у нас есть свинофермы, в которых на свинофермах у нас появляется достаточно большое количество навоза свиного, который в процессе перегнивания выделяет большое количество метана. Вот этот самый метан, который у нас вырабатывается в связи с перегниванием того или иного природного вещества, у нас и называется биогазом. Это не тот газ, который у нас добывается из недр земли, это тот газ, который мы можем использовать, например, строя какие-то большие емкости, куда вот тот или иное биологическое вещество будет складываться, перегнивать там, да, и выделять вот этот самый биогаз. Итак, на Дальнем Востоке, наверное, лет пять или шесть назад построили большую ферму. Там была, значит, свиноферма, и в какой-то момент ее хозяину пришла в голову мысль не построить ли ему специальные емкости, в которые они могли бы сгружать свиной навоз и получать газ в процессе перегнивания данного вещества. Действительно, они получили газ, газ получился совершенно замечательный, горячий, можно отапливать даже там, не знаю, помещение. Единственное, у него есть один большой минус такого биогаза. И как вы думаете, какой? Он достаточно неприятно пахнет. Поэтому в качестве использования для приготовления пищи, например, да, для замены бытового, этого природного газа биогазом, он не подходит, потому что в процессе готовки вы будете чувствовать запах этого газа, да. Он пахнет, пахнет очень плохо, но горит. И бесплатный, да, если у вас есть ферма. Но, с другой стороны, этот биогаз обычно используют для того, чтобы получать электроэнергию. И, соответственно, биогаз у нас считается альтернативным источником энергии. Соответственно, правильные ответы у нас А, Б, В и Г.